Дмитрий Корнечук 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 Нехаризматичного и неподготовленного к политике человека, который в воле и случая стал совершенно случайно именно по этим критериям спикером, потому что спикерство, ну спикер это очень публичная должность, да, и в руках, скажем так, харизматичного, самодостаточного, сильного политика это стал бы инструмент для такого сильного политического пиара, потому что мы же помним, да, кто у нас были спикерами, там и Мороз, и Литвин, и Яценюк, в случае с Разумковым его поставили спикером только по одной причине, потому что он не представлял никакой совершенно угрозы Зеленскому в политическом плане. То есть как политический конкурент не рассматривается. Да, да, именно по этой причине он был поставлен спикером, мало того, офис президента давно размышляет над тем, чтобы его, ну, заменить на кого-то, ну, после того, как Разумков начал там имитировать некую самостоятельность при поддержке ряда олигархов, ну, с которыми он там пытался вести свою игру. Ну, но я считаю, что вот подобные вещи, это фальстарт. Ну, то есть нельзя такие вещи делать, когда ты находишься в команде, там, условно, президента, когда ты ассоциируешься с Зеленским, когда ты попал в парламент, там, ну, там, условно, исключительно благодаря тому, что тебя завел туда Зеленский. Я так думаю, возможно, просто Разумков знает, что планируются какие-то перетрубации в парламенте, спикером он уже точно не будет, и он пытается сейчас так себе повысить политический вес, чтобы, ну, или остаться там, хотя бы где-то там в команде президента, чтобы про него помнили, что он такой есть, или для того, чтобы показать себя как потенциального нового игрока для наших олигархов, которые, напомню, днями и ночами только про него и думают, или, и была у меня еще такая мысль, что это какая-то, знаете, хитрая задумка из офиса президента, которые в свете постоянно падающего рейтинга Зеленского, который уже, там, по последней социологии уже, по-моему, 20%, ну, опустился до 20%, вот так вот, знаете, попиарить некую альтернативу из окружения Зеленского для того, чтобы вот люди посмотрели, например, на, там, Разумкова, посмотрели на этот ролик, причем, вот, совершенно, вот, честно скажу, неестественно, вот, такое ощущение, что, вот, Разумкова заставляли в этом ролике сниматься, а не он, а не он там добровольно, потому что у него там такое напряженное выражение лица, ну, условно, ну, вот, вот, все такое, да, и вот, знаете, Это просто мысли о стране. Мысли о стране, ну, он же спикер все-таки, ну, в конце концов, он же не спит ночами тоже, да, чтобы на контрасте, вот, показав сейчас электорату, ну, остатком электората Зеленского, показав Разумкова, чтобы эти посолицы сказали, фу, господи, ну, если это новое поколение, которое должно заменить Зеленского, ну, тогда, так, Зеленский еще вообще неплох, можно просто сказать, их харизмат, там, интеллектуал, и артист, и просто хороший человек. А вот еще четвертый вариант можно придумать? Вот, давайте себе представим, что грядут, например, там, или готовятся парламентские выборы, и, конечно, слуга народа уже, как слуга народа, сложно будет получить такое же количество депутатов. Не кажется ли вам, что это такая возможная распасовка между теми, кто пойдет, скажем, там, со слугой народа, и теми, кто пойдет за, ну, скажем, Разумковым, и тоже потом создаст вместе со слугами коалицию? Ну, например, вот такая интрига, да. Могу же я так подумать? Да, это вот одна из версий, которая рассматривается о том, что... То есть рассматривается? Ну, смотрите, украинская политика на 99%, 99% это сплетни. То есть, знаете, у нас... Наконец-то мы сегодня поговорим об украинской политике. У нас, знаете, там, политики, все политологи, они, там, знаете, с торбами сплетен, ходят туда-назад, там, все шепчут друг друга. Хотя, на самом деле, эти люди не принимают никаких решений, ничего не знают, да, потому что у нас все решения принимаются на уровне олигархов, а что думает, на самом деле, там, Ахметов, Коломойский, Пинчук или, там, Фирташ, никто его, ну, не знает. А что думает Фирташ для украинской политики, разве еще важно? Но, судя по тому, как офис президента в два раза, а где-то даже и в три увеличил тарифы на доставку газа для облгаза Фирташа, то я так понимаю, что у Фирташа налажен контакт с Зеленским и его окружением. Есть ряд коммуникаторов, которые тесно и плотно сотрудничают с Ермаком, поэтому Фирташ, не надо его списывать со счетов. Потому что, знаете, у нас же в Украине, как действует извечный принцип, бабло побеждает зло. То есть, если у тебя есть, там, иное количество миллиардов, ты не теряешься, ты по-прежнему, то есть, ты нужен, потому что у тебя есть деньги, ты можешь стать потенциальным спонсором. У него есть медиаресурсы, ну, свои, да, по-прежнему, у него есть свой бизнес, у него есть свои депутаты, которых можно благополучно использовать как пятую колонну в противоборствующих власти проектах. Поэтому Фирташ, ну, он не страдал при Порошенко особо, он не страдает и при Зеленском, что говорит о том, что у него налаженные связи. Да, так вот, возвращаясь к Разумкову, да, рассматривается одна из версий о том, что вот некоторые олигархи, в частности, там, Ахметов, может вложить деньги в проект Разумкова в случае досрочных парламентских выборов. И этот проект подхватил бы те голоса, которые отпали от слухи народа, и тогда бы, может быть, он завел бы фракцию и сделали бы коалицию. Но это все теория. Ну, понимаете, на практике с Разумковым они ничего не подхватят. Ну, могут там что-то подхватить, но это явно будет ни с рейтингами, ни с электоратом связано. Ну, то есть, это не тот политик, ну, по моему мнению, да, за которого люди будут голосовать, да, то есть, попытка сделать с него второго Литвина, она так не работает. У нас нету запроса, скажем так, вот, ну, знаете, такая ниша, ни рыба, ни мясо, да, вот это вот, ни туда, ни сюда, непонятно вообще, какая позиция у этого человека, и вообще, кто он, и откуда он взялся. У него совершенно нету бэкграунда, да, он полностью обязан всему Зеленскому. Он не самодостаточный, понимаете, да, у нас люди даже если голосуют за каких-то политиков, они должны быть, ну, хоть как-то более-менее самодостаточны. То есть, в разуме ужасно все, да, можно попытаться его сделать, как какой-то проект, я в этом не вижу вообще никаких перспектив, собственно, почему у нас и закончились, ушли в небытие такие люди, ну, как и Литвин, кстати, да, потому что у нас нету вот этих вот таких вот, знаете, я и вашим, и нашим, и со всеми, на таких у нас нету запросов. То есть, это очень, ну, узкая прослотка. Я думала, что в Украине как раз на таких и запросов, если так проанализировать вообще. Нет, почему, у нас все политики, которые, ну, за которые... Ну, вы имеете в виду первый эшелон, то есть, я говорю, лидеры партии. Да, так сейчас у нас и второй эшелон тоже, тоже люди с той или иной позиции. Сделается, с кого можно сделать с Разумкова, да? Человека, который, скажем так, критикует власть, не сделаешь. Он был спикером и является спикером. И все антисоциальные, антинародные решения, которые проводились в парламенте по команде Зелецкого, проводил именно Разумков. То есть, критикам власти, ну, как бы, оппозиционера с него не сделаешь. Какую нишу займет? Конструктивной оппозиции? Ну, так нет, нет. Ты уже, честно, тесно связан с властью. Или он кем будет? Провластным проектом, который будет говорить, рассказывать о том, я готов... Мы пойдем другим путем, например, будут говорить. Я готов плечо подставить Зеленскому, там, и так далее. Ну, так люди пойдут и за то, что услугу народа проголосуют. Им не надо вот эти... Ну, то есть, поэтому это все... Мы, в общем, на самом деле, очень много говорим про Разумкова. Я бы хотел, чтобы мы, знаете, ну... Про другую политику поговорим. Нет, более серьезным дядям и тетям, и вообще, как бы, тем... Ну, вернулись к людям, которые принимают решения. Ну, давайте тогда, я не знаю, вот следующий этап, это серьезные они люди или нет? Вот, вот, не успела тут дозреть интрига, что вот Тимошенко может стать премьер-министром. Как вдруг Владимир Зеленский после того, как Юлия Тимошенко предложила референдум по пяти вопросам, вдруг он вышел и решил Тимошенко публично покритиковать. Ну, конечно, все средства массовой информации сразу же это подхватили. Тимошенко, надо отдать должное, не ответила. Пока так жестко, как она умеет. Вот, но, тем не менее, вот, раз и получается, что ничего такого, наверное, и не будет уже. Я скажу честно, при нынешнем парламенте, ну, и при нынешней вот этой вот ситуации, которая есть, да, я бы, ну, не считаю, что, допустим, Тимошенко логично идти, ну, премьер-министр в этой ситуации, да. И если будут проведены досрочные парламентские выборы, если будет сформирована новая коалиция, то, возможно, да. В нынешней ситуации это пойти, ну, и взять на себя ответственность за все, что сделал Зеленский и его команда. Мало того, никто не даст полноту власти, потому что никто не даст, там, не снизить тарифы, потому что это кормушка, там, и для олигархов, и для офиса президента. То есть никто не позволит сделать лучше людям, потому что олигархи, там, и президентство окружения на этом сами зарабатывают, да. Никто не позволит остановить эту коррупционную большую стройку. Ну, понимаете, да, то есть Зеленскому выгодно назначение фунтов в качестве премьер-министра. Как это было с Занчурком, как это является со Шмыгалем, да, который по команде с офиса президента выполняет все, что надо. Мало того, Шмыгал еще готовый, знаете, с непроницаемым полностью выражением лица прийти и рассказывать о том, что мы вам снизили тарифы. Ну, просто, и совершенно даже не испытывая ни малейшие эмоции, рассказывать, да, 7 гривен, там еще плюс, ну, 2 за доставку. Ну, мы снизили вам тарифы, да, это все же дешевле, чем... Ну, НДС, наверное, вот мне вчера кто-то рассказывал, что это же ведь без НДС. Ну, я просто говорю о том, что, ну, этих людей там не то, что нет ни малейшей морали, там, или сочувствия к людям, да, то есть они, они все сходны, да, то есть что вот эти премьер-министры, там, что президенты его команды, что олигархи, да, то есть для них Украина это одна большая, знаете, кормушка, они ее грабят, они грабят нас, потому что, ну, в бюджете особо уже воровать нечего, ну, все-таки же кризис в стране, да, поэтому надо вытягивать последнее с помощью тарифов, там, с помощью цен, мы же видим, да, как бы, и на электроэнергию повышают, повысили тарифы, да, то есть мы понимаем, какому олигарху это выгодно. И цены на газ в вентиле, мы тоже понимаем, кстати, в какому второму олигарху это выгодно, это по поводу, по поводу того, что Фирташ ничего не потерял при нынешней власти, да. С третьей стороны, там, товарищи в нефтегазе нормально себе на этих завышенных тарифах повышают, то есть никто, то есть когда мировоззрение самого президента заключается в том, чтобы ухудшать жизнь людей, то, соответственно, никто не даст, ну, должность, например, место человеку, который придет и скажет, нет, мы так не будем делать, нет, мы будем снижать тарифы. Как будем снижать тарифы, я еще, извиняюсь, а что это мы тут напрягались, столько времени, готовили эту аферу, да, там, закупали газ по 3, сейчас там продаем по 7, там нормально себе денег в карман ложим, а вы будете, что это в этот газ потребуете продавать, чтобы людям лучше было, ничего себе, нам тут такие умные не нужны, Ребята, вы как бы, ну, успокойтесь. Ну, вот, вот в этом, как бы, ключевая проблема. Поэтому я, если честно, понимаю, что с одной стороны будет еще оставаться Шмигаль, потому что с одной стороны он... Ну, как же Витренко сразу, давайте его введем еще, третий раз будут голосовать эту кандидатуру. Почему президент так хочет усилить правительство, а премьер-министр Шмигаля кандидатурой Витренко? Может быть, он просто талантливый, я не знаю, будет энергетически. Я так понимаю, что Шмигаль, ну, он настолько фунт, фунтный фунт, знаете, что он вроде и стал премьер-министром там по, ну, там, в рамках там компромисса между офисом президента Ахметовым, да, то есть, ну, там, формально он там лоббирует интересы Ахметова, да, но он настолько не способен ничего вообще сделать, ну, вот, он, ну, просто он ни на что не способен, да, то есть, никаких там решений провести, там, никакие схемы выстроить нормальные, да, что они подумали, что, в принципе, им нужен такой, знаете, толковый аферист, ну, с большим опытом, ну, такой, знаете, вот, который, там, нормально покажет, как надо бюджетные потоки перераспределять в нужном направлении, и на эту роль очень хорошо подошел Витренко, который, кстати, я напомню, которого не успели через парламент продавить на ИО министра энергетики, как он первым делом отменил льготный тариф на электроэнергию, то есть, сделал то, что надо было Ахметову, ну, а Шмыгаль до этого этого не мог сделать по каким-то там своим причинам, то есть, Витренко, тот человек, который готов, там, без малейшего зазрения совести в разы повышать тарифы олигархам, там, ну, если тарифы олигархам, то ничего, а у не украинца? нет, тарифы для олигархов это другое дело ну, да, то есть, там, давать им дотации, ну, то есть, проводить все лоббистские законы, и Витренко, совершенно не переживая за свою репутацию, то есть, он, то есть, это человек, который, знаете, он делает это за деньги, он в политике, то есть, он не политик, то есть, он человек, который, но он знает, как это правильно все сделать, то есть, он максимально эффективен для олигархов. Сначала его пытались туда протащить, я так понимаю, по согласованию с Коломойским, потому что он рассказывал, что он будет там лоббировать интересы Коломойского, Ахметов, значит, не дал его назначить на министра, после этого его посадили ИО-министром, Витренко быстро переметнулся и начал там лоббировать интересы Ахметова, после этого на втором голосовании Ахметовские там все поддержали, не поддержали, люди Коломойского, голосов опять не хватило. Но я думаю, что если очень сильно напрячься, то даже без голосов людей Коломойского можно все-таки как-то вот походить там, ну, надо сильно напрягаться, но можно, да, собрать все-таки необходимые голоса для того, чтобы Витренко продавить в кабин. Тем более, насколько я понимаю, Витренко устраивает и Пинчука, потому что не только депутаты Ахметовские голосовали, но и Пинчуковские голосовали. То есть Витренко такой, знаете, вот компромиссный вариант для Ахметова-Пинчука и для Зеленского. Ну вот, собственно, поэтому его за уши и тянут в кабинет министра. Но цель там одна, цель все та же, да, для того, чтобы нас с вами обложить все большей данью и все больше взять из бюджета, ну, для олигархов. То есть вот такая вот, к сожалению, печальная история. Плюс я так понимаю, что его Витренко, скорее всего, если он зайдет первым вице-премьером, его готовят на премьер-министра. То есть его заводят по той же схеме, как заводили перед этим Шмагаля. То есть Шмагаль потом скажет, я устал, я ухожу из серии. И Витренко останется в статусе ИО, и даже если там не будет голосов за формирование нового кабинета министра, то, в принципе, он там в статусе ИО какое-то время еще может пребывать и тоже порешать многие вопросы, которые там надо и Ахметову, и Пинчуку. Кстати, вот Пинчуку вопросы решают тоже, потому что Пинчук начал закупку электроэнергии для своих предприятий из Белоруссии. Это же все тоже делалось при помощи Минэнерго, где в это время уже зашел Витренко. Я так понимаю, что Пинчук тоже заинтересован в закупке электроэнергии откуда-то, ну и из России. Ну и из России получают информацию, что мы стали уже закупать. То есть олигархам нужен свой министр энергетики-первый вице-премьер, ну в идеале еще премьер-министр. Но поскольку они в связке будут работать, ну пока, потому что Нишмигаль как бы выполняет команды олигархов, и Витренко, и поэтому им надо максимально провернуть какие-то свои энергетические вещи через кабинет министра. Вот собственно с этим и связано все происходящее. А Зеленский, который сейчас полностью зависим и от Ахметова, и от Пинчука, и понимает, что это два единственных олигарха, которые его спасают от того, чтобы не ходили, не выносили люди. И там оппозиция, и понятно, да, то есть там все вот эти оппозиционные силы, да, поэтому Зеленский, ну не то что вынужден, но я думаю с радостью выполняет все хотелки этих олигархов, но в обмен они должны его защитить. Но я напоминаю историю Виктора Федоровича Януковича, который всегда делал ставку на Ахметова и был уверен, что Ахметов его защитит. Мы все помним 2013 год, мы все помним Майдан и помним, что олигархи, которые должны были его защищать и помогать, они одни из первых его и предали. И по сути и начали Майдан, потому что там же не только как бы был Фиртар заинтересован, ну на первых порах Майдана, там же понятно, что это было согласовано и с Ахметовым, ну и со всеми. Поэтому, то есть делать ставку на Ахметова, ну это крайне рискованно для Зеленского, скажу честно. Ну вот это мы поговорили так о политике украинской, которую вы назвали, что это такое вот скорее много-много всяких сплетен. Ну немножко посредничали о политике, ну а на самом деле, если посмотреть последние опросы, то выглядит так, что несмотря на всякие политтехнологические, политические притрубации, о которых говорится, большинство людей считает, что конечно страна идет не в ту сторону. Большинство это уже приближается к 80%, если я не ошибаюсь, и это на самом деле такое очень достаточно много людей, которые не согласны с тем, что происходит. Вот, хотя украинцы не выходят протестовать там из-за того, что у них нет там денег заплатить за коммунальные услуги, ну некоторые там поперекрывали кое-где дороги, но таких массовых-то Майданов мы не видим, да? Вот, это понятно, с одной стороны. Ну а с другой стороны, какое-то такое недовольство, конечно, и брожение чувствуется, и вот это проблема или на самом деле нет? Вот как вы ощущаете? Или это нормальная ситуация, как во всем мире люди выходят, протестуют, потому что коронавирус, падение экономики и все прочее? Во-первых, я всем 80%, которые очень недовольны тем, что страна движется в неправильном направлении, я всем им предлагаю вспомнить 2019 год, сначала президентские выборы, потом парламентские выборы, и напомнить, что за свой выбор надо платить, и за свой выбор в первом туре президентских выборов, где избирали, ну, где вы голосовали за Зеленского, я говорю про первый тур, потому что второй тур-то понятно, там выбирали из двух зол меньше, да? Но я про первый тур, да? То есть, если вы миллионами идете голосовать за Зеленского, если вы на парламентских выборах миллионами идете голосовать за слугу народа и даете этой политической силе полную власть в парламенте, соответственно, и полный контроль за исполнительную властью, свой подконтрольный комитет министров, то есть, если вы даете Зеленскому всю власть в стране, да, значит, ребята, ну, это вы несете последствия за свой выбор в 2019 году, поэтому уж надо думать на выборах, а не голосовать за героя сериала, который вам придумали олигархи вместе с Порошенко, ну, то есть, это по поводу последствий за свой выбор, за свой выбор. По поводу протестов, смотрите, да, украинцы сами по себе на протесты с трудом выходят, ну, то есть, если их очень припичат, но я вам хочу сказать, что если, допустим, тут в Киеве политические силы, то есть оппозиционные, начнут протесты массовые, то к ним присоединится очень много людей, то есть, там будут и медики, и учителя, и все недовольные тарифным геноцидом, который нам тут Зеленский устраивает, и так далее, то есть, главное начать, и оно пойдет, как, на самом деле, как снежный ком, потому что, ну, действительно, есть, скажем так, те линии, да, которые Зеленский перешел, причем без малейшего зазрения совести. Да, они там надеются, что вот сейчас, там, с приходом весны, люди, там, знаете, у людей начнется дачный сезон, там, там, все, ну, уже огороды, там, и так далее, вам, типа, всем будет не так, ну, возможно, а может и нет, откуда мы знаем, потому что, ну, люди же ощутили на себе эти тарифы, по которым они не могут заплатить. Поэтому очень сложно, на самом деле, спрогнозировать, как эти протесты могут пойти дальше, потому что, скажем так, до такой, ну, еще ни один президент у нас, ну, до такой нищеты людей не доводил, даже Порошенко, которого я пять лет критиковал и говорил, что, ну, хуже, хуже, чем при Порошенко быть не может, ну, я, ну, вы знаете, да, но оказалось, можно, оказалось, можно сделать хуже, чем при Порошенко, то есть это самое страшное, поэтому, можно, конечно, там, в офисе президента сидеть, там, писать веселые, оптимистичные видосы о том, как все у меня хорошо, постить фотки, там, с тренажерного зала, показывая, типа, что мне там все проблемы не волнуют, я бодр, полон сил и могущества, собственно, и так далее, да, потом сидеть тешить себя радостными мыслями о том, что, ну, со мной же Ахметов, там, со мной же Пинчук, со мной же, там, вся крутая братва, поэтому, ну, кто ж там будет, а у нас в Украине, понимаете, не все по таким сценариям идет, а, поэтому я не, где-то там Россия может помочь расшатать ситуацию, а почему бы нет, то есть, начать на фронте, потому что Зеленский же не зря сейчас начал такого, знаете, проамериканского вдруг, вот резко проамериканским он стал, он уже не знает, знаете, ну, между прочим, я не знаю, вот он достаточно жестко все-таки поговорил с американскими президентами, во-первых, у Байдена он спросил, почему он до сих пор не в НАТО, и справедливый, наверное, вопрос, Трампу он сказал, что он тоже на него все-таки обижен, потому что он повел себя не джентльменски, а публиковал этот разговор. Я бы сказал какому-то журналисту, я бы хотел... Нет-нет, ну это же читается в американском политике. Что он говорил Трампу, мы все помним по расшифровке телефонных разговоров. Мы уже ничего этого не помним. Все эти расшифровки мы уже забыли. В какой коленопреклоненной позе он разговаривал с Трампом, президент так же он будет разговаривать с Байденом, если Байден захочет с ним разговаривать. Вот тут, кстати, большой вопрос. Ну, я так понимаю, что у Зеленского надеяться, что благодаря Пинчуку они будут иметь выход на демократическую партию, будут иметь выход на Байдена, и, собственно, вот благодаря этому великий Байден прикроет Зеленского. Но, опять же, повторю, что никто сейчас не может спрогнозировать ту ситуацию, которая будет в стране, и во что могут перейти тарифные протесты. Потому что, ну, разве что в начале 90-х были протесты, когда шахтеры выходили, да, то есть когда людям не на что было жить. И тогда это были, ну, вспомню, какие-то были страшные протесты, да, и массовые. Так вот, ну, с тех пор практически 30 лет у нас майданы никогда не собирались по экономическому поводу. Ну, чтобы не было, что есть, да. А вот сейчас они потихонечку начинают именно по экономическому поводу возникать. И как они будут разворачиваться, да, какие там внешние силы к этому могут подключиться. Потому что мы же прекрасно понимаем, что у нас, как только начинается акция протеста, у нас всегда появляются те или иные игроки, которые недовольны, да. То есть, с одной стороны, там, олигархи подключатся недовольны, да, там, вроде Коломойского, ну, который сейчас обделен. С другой стороны, там, подключатся Медведчук и компания, там, с третьей стороны, там, Россия может подключиться. То есть ситуация может, ну, при России очень такие сильные акции протеста. И у Зеленского не будет аргументов пояснить обществу, что это, там, рука Москвы и так далее. Потому что все украинцы ощутили на себе эти тарифы. То есть у Зеленского, понимаете, у меня такое ощущение, что у него отсутствует полностью инстинкт самосохранения. Потому что, ну, можно было, там, знаете, умерить аппетиты чуть-чуть, там, олигархов, сделать, там, газ, ну, там, ну, не знаю, ну, по 5 гривен, к примеру, да. И все бы сказали, ай, молодец, Зеленский, хорошо, всех это, ну, там, нашел компромисс на Соломоновое решение, знаете, там, для того, чтобы всем было хорошо. Нет, Зеленский этого не сделал. Поэтому я подозреваю, что он вообще, ну, как бы, ну, не то, что он мало понимает, что происходит. Он просто, как вот, находится в состоянии каком-то, я даже не знаю, как это... Пока вы думаете, в каком состоянии находится и о чем думает президент, я хочу вам напомнить, что вот совершенно недавно появилась информация, и она исходила из окружения президента, что президент собирается идти на второй срок. Ну... Ну, почему вы смеетесь? Ну, смотрите, ну, заявление про второй президентский срок, это попытка показать, что Зеленский еще не сбитый летчик. Ну, это же, ну, это всегда так делается, да. Для того, чтобы, ну, вы же еще должны со мной считаться, я собираюсь за власть бороться, я никому не собираюсь власть отдавать, и, мол, не надо мне искать... То есть, когда политика говорит о том, что он не идет на следующий срок, сразу все начинают искать преемника, ну, ему, кто же у нас будет следующим президентом. А так Зеленский, как бы, показывает, что вот я еще сдаваться не собираюсь, мол, в первую очередь, ну, не нам всем, а, там, олигархам, там, оппозиции, там, внешним, там, игрокам, мол, я еще собираюсь побороться, и, возможно, я смогу побороться, потому что альтернативы мне, вроде как, пока нету, и так далее, поэтому все, давайте-ка, все, там, олигархи, и так далее, сплотитесь возле меня. Ну, это обычная политехнология, мало того, слушайте, ну, у нас все, практически все президенты шли на, так-то, на второй срок, ну, Порошенко шел у нас на второй срок, даже Ющенко шел на второй срок, ну, что, ну, мы же помним их проценты, их результаты. От того, что Зеленский пойдет на второй президентский срок, это не значит, что он станет президентом, он прекрасно понимает, то есть он, он понимает, что он уйдет с украинской политики, Зеленский уйдет с таким же рейтингом, как Ющенко, то есть он полностью, они, они для меня даже, ну, знаете, они для меня даже похожи. Ну, почему? Зеленский похож на Ющенко. Они даже, они очень похожи стилем управления, потому что Ющенко раздал страну олигархам полностью и старался, ну, как бы, не вмешиваться во все происходящие процессы, просто, ну, то есть вы мне там, олигархи, давайте там чуть-чуть, там, какую-то дольку, чтобы я, ну, не совсем бедным ушел, да, и он знал, что он, ему надо досидеть и спокойно себе уйти, главное, чтобы не было никаких против него этих, знаете, там, репрессий. Поэтому он со всеми олигархами поддерживал хорошие отношения и не влазил во все то, что они делали в стране. Другая ситуация была в том, что там была Тимошенко, которая постоянно олигархам мешала, и поэтому они не могли на полную, ну, как бы, развернуться при таком премьер-министре. Но сейчас такого премьер-министра нет, поэтому сейчас олигархи полностью творят в стране, что хотят, то есть с разрешения Зеленского, да, там, любые тарифы, хорошо, земля нужна, окей, проведем через парламент, скупите, скупите землю кому надо, что, кому еще, кому, игорный бизнес, окей, проведем через парламент, что еще там, стратегические предприятия, хорошо, а, еще тарифы на электроэнергию мало для Ахметова, хорошо, повысим и так далее. То есть Зеленский, знаете, это такой вариант Ющенко, но без сдерживающих факторов. И закончит он, ну, если ему повезет, потому что, что спасло Ющенко на самом деле? Что, поскольку была премьером Тимошенко, она не дала стране скатиться в экономическую пропасть, и люди не были так обозлены на президента. Ну, то есть, несмотря на то, что был экономический кризис, там, и курс доллара упал, но, там, социальные выплаты не уменьшились, тарифы... Ну, за курс доллара и за банковскую сферу в то время, конечно, отвечал тоже президент, на секундочку. Нет, я говорю о том, что, в принципе, мы с кризиса, вот, 8-9 года вышли достаточно спокойно, и люди настолько, ну, кроме тех, кто брал кредиты в долларах, ну, в основном, ну, тарифы держались, то есть, людям настолько сильно... Тарифы цены держались, люди не настолько обеднели. И благодаря этому, когда шли президентские выборы, то про Ющенко уже все забыли. То есть, все с него смеялись 5 лет, да, и говорили, ну, этот пчеловод, ну, пускай себе уже, типа... Безрейтинговый пчеловод уходит, ладно, мы уже... То есть, мы простим ему то, что он нас обманул в 2004 году, со всеми своими обещаниями, мы уже простили, все равно мы, как бы, ну, не особо хуже при нем стали жить. А при Зеленском? Нет. При Зеленском не простят все вот эти вот обещания, потому что при Зеленском люди в разы стали хуже жить, да, ну, даже, чем при Порошенко. И весь вот этот негатив, вся злость людей, да, она ложится именно на Зеленского. Потому что все прекрасно понимают, что у него полностью монопольная власть в стране, полностью его кабинет министров. Разыгрывать вот эти вот игры, знаете, из серии «Мне не подконтролен премьер», не, оно не получается. Все знают, что это один фунт сидит, премьером второй фунт сидит, и вся ответственность ложится на Зеленского. Кстати, не на олигархов. Олигархи, да, олигархи его используют для своих целей, но никто же у нас не будет говорить, там, вот, за все, что в стране происходит, там, за тарифный геноцид, за повышение цен, за, там, не знаю, за деребан коронавирусного фонда, за то, что там люди, там, ну, не знаю, за свой счет целый год лечились от коронавируса и так далее, да, за это несет ответственность, например, там, Ахметов, или, там, Колмойский, или Пинчук. Нет, про них никто не знает, ну, они же, ну, они за кулисами, они серые кардиналы. А вот Зеленский будет отвечать за это все. И у него не на кого делать транзит ответственности, как делал, ну, в свое время Ющенко. Поэтому я подозреваю, что Владимир Александрович у нас будет один из тех президентов, который в итоге может ответить за всех, ну, за всех попередников. Потому что если ситуация в стране, ну, очень сильно накалится, и будут реальные акции протеста, если люди будут, там, ну, выходить, там, знаете, уже требовать сотнями тысяч, там, отставки, там, Кабмина, отставки президента и так далее, олигархи не будут Зеленского защищать. Они первые скажут, да, 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 конечно, это все Зеленский виноват. И все депутаты, слуги народа, которые находятся в парламенте по квоте олигархов, тоже первые будут кидать камни в президента. Ну, я напомню, как было с партией регионов, когда Янукович уже потерял власть в партии регионов, там же, кстати, первые там, а некоторые даже плакали в прямых эфирах, как мы могли в свое время поддержать Януковича, какой он плохой человек и так далее. То же самое было в «Слуги народа». Ну, та же самая история. Просто Зеленского, да, Зеленского используют, он знает, что его используют. Он за это получает, я подозреваю, но я так понимаю, что не бесплатно он это делает. Олигархи его используют, с его помощью они добивают страну, зарабатывая уже сверх-сверх-сверх прибыли. Ну, а ответственность за это будет нести Зеленский. И рейтинги это показывают, на самом деле. И то, что у него рейтинг сейчас там 20%, ну так в следующем году у него будет 10%. Потом он как раз приблизится к рейтингу Ющенко, сколько у него там, 5 было? Ну, вот приблизительно вот так будет. Но, я же повторю, что Ющенко дали досидеть до конца своего срока президентского. Потому что была там у нас, знаете, о разборке в парламенте, да. А большой вопрос задают ли Зеленскому досидеть. Возможно, Зеленский рассматривает как вариант просто добровольно уйти с президентской должности. Когда он поймет, что никто больше его прикрывать не хочет. Он может сказать, я готов, ну, раз так, мол, все мне мешают, я готов там уйти. А вопрос отпустят ли его? Уйти. Уйти ты можешь только тогда, когда есть компромисс с олигархами, которые тебе позволяют уйти. А так ты просто не уйдешь. Можно и потом какое-нибудь уголовное дело получить за то, что происходило. Поэтому я к чему говорю? Что Зеленский играет в опасную игру. То есть, когда ты полностью зависишь от олигархов, ты должен понимать, что тебя же первого потом и бросит на растерзание толпы. Просто я же повторюсь, у нас в первый раз такая ситуация, когда у нас толпа злая не по каким-то идейным мотивам, евроинтеграция или Россия и так далее, а люди злые и голодные. И вот если здесь будут акции протеста, которые могут перерести в какие-то революционные действия, то я не знаю, как с этой ситуацией выходить Зеленскому. Правда, я сомневаюсь, что он об этом думает, потому что, судя по тем интервью, которые он записывает, он или далек от понимания происходящего, или просто он даже не вникает во все происходящее. Вы сейчас говорите об интервью, который он дал американскому изданию Аксиас. Аксиас, вернее, правильно бы сказал. Ну, и это тоже, потому что там, начиная от того, что он рассказывал о том, что если бы он был президентом в 2014 году, то мы бы полегли в Крыму, но Крым бы никогда не отдали. Ну, просто это настолько цинично, если сравнивать, если вспоминать, чем в 2014 году занимался Зеленский, как один из тех, знаете, людей, который смеялся над Майданом и над всем, что происходило в стране. Поэтому это какой-то фарс. Ну, опять же, Зеленский пытается, если вот читать вот это вот интервью, которое он дал Аксиас, да, вот американские СМИ, здесь есть попытка Зеленского предложить себя штатам. Ну, грубо говоря, я готов быть вашим тут этим, знаете, проводником, потому что я боюсь Путина, русский мир и всех тут, которые меня тут готовы сносить, поэтому вы меня, значит, прикройте, а я готов, все, что вам надо. Ну, вот оно вот так выглядит, да, то есть Байден, спаси меня. Но вопрос, а что Байден должен его спасать? Байден же помнит, о чем Зеленский говорил с Трампом, что он обещал Трампу, что в Киеве делал Джулиани, который встречался с представителями Офиса Президента. Ну, то есть Трамп... Все уже об этом забыли. Я думаю, что Трамп все это прекрасно помнит и знает. Байден? Байден это все помнит и знает. Поэтому вот эти вот жалкие попытки Зеленского подлизаться к Вашингтону, они выглядят, конечно, печально, учитывая, что до сих пор ни одного сигнала из Вашингтона в сторону Зеленского, ну, после инаугурации Байдена... А как же вчерашний разговор нового главы Госдепа господина Блинкина и министра иностранных дел? И я хочу напомнить, что господин Блинкин сказал, что вот новый виток борьбы с коррупцией в Украине, они бы очень приветствовали борьба с коррупцией, реформы. Ну, и вчера это прозвучало. Ну, я скажу так. Знаете, есть разговоры на уровне президентов, потому что я напомню, что один из первых телефонных звонков, которые сделал Байден, был к Путину. Ну, то есть, это по поводу того, как там глобальные игроки, ну, разговаривают между собой, да? Ну, и результатом этого разговора сразу было продление договора о СНВ-3. Ну, ладно, раз уж заговорили об этом, ну, давайте вспомнить. Почему так быстро Путин согласился? Ну, мог бы в конце концов там поторговаться, сделать вид, что он обижен? А зачем им торговаться? А что сразу согласился? Ну, потому что это решение выгодной России и Соединенных Штатов. Ну, потому что это два глобальных игрока, которые, на самом деле, во-первых, не собираются ядерную войну разворачивать друг против друга. Ну, они по без договора вряд ли бы разворачивали. А во-вторых, у них на самом деле нормальные, ну, я бы не называл это дружеские отношения, но, скажем так, партнерские отношения. Потому что и для Соединенных Штатов, и для России глобальной угрозой является Китай. А не, там, для России Штаты, а для, допустим, Штатов России нет. Поэтому России и Штатам нечего делить. У них нету противоречий глобальных. Ну, они там имитируют какие-то, знаете, там, санкции друг против друга, какие-то там, знаете, там, имитацию какой-то холодной войны, но, опять же, да. Но в реальности и у одних, и у вторых проблема Китай. Поэтому для того, чтобы и Штаты могли сосредоточиться на давлении на Китай, при этом не переживать и за Россию, и, соответственно, и России для того, чтобы тоже с китайцами, там, приготовиться к некой схватке, а она будет в любом случае, да. Соответственно, у них должны быть более-менее нормальные отношения. И они будут между Штатами и Россией, потому что им нечего делить. Потому что все уже поделили, и в Сирии уже все поделили, и с Ираном уже все понятно, и с Украиной тоже все понятно. Кому это понятно все с Украиной? Ну, всем прекрасно. Ну, кстати, если вот то, что с помощью президента говорил, то он сказал, что все, процесс заторможен в Минске, и вообще нужно как-то вводить Америку в эти приговорные процессы. Да, но, смотрите. Но если с этой точки зрения понятно, то да. Нет, понятно не так. Есть, я напоминаю, что Байден это человек, который при президенте Обаме, по сути, санкционировал Минские соглашения. В совместе ООН были парафированы эти Минские соглашения. Байден приезжал в Украину и с трибуны парламента говорил о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения. Поэтому позиция Байдена заключается в том, что есть Минские соглашения, их надо выполнять. И Штаты не лезут в этот процесс. Все вот эти вот истории из серии Соединенные Штаты к нормандскому формату хотят присоединиться, или мы их будем приглашать, или в Крымскую платформу какую-то еще. Это все бред. То есть это все, это все, скажем так, имитация бурной деятельности, которая выходит из офиса Зеленского для того, чтобы демонстрировать некую мифическую поддержку со стороны Соединенных Штатов. То есть вот у нас есть такая инициатива, и такая, и вот ее точно в Вашингтоне поддержат. И вот это точно, и тем самым они поясняют, почему Зеленский не выполняет Минские соглашения. И самое главное, почему Зеленский, если он не согласен с чем-то в Минских соглашениях, не выйдет и публично не скажет, и не возьмет на себя ответственность, и не скажет, что я не буду выполнять Минские соглашения, потому что, например, я против федерализации, против того, чтобы это было записано в Конституции. Я против, например, пунктов, которые записаны очередности в Минских соглашениях, я предлагаю то-то, то-то. Зеленский же этого не говорит ничего. Зеленский саботирует этот процесс через Кравчука в трехсторонней контактной группе, и, соответственно, пытается продемонстрировать, что вот со всем, что он здесь делает, согласны Соединенные Штаты. Потому что мы же их приглашаем в инициативу нормандскую и так далее. То есть это все, знаете, какая-то... Ну это вообще и жалко, на самом деле. То есть это истерика. Ну то есть это вот, на самом деле, истеричное поведение, потому что, ну раз можно об этом заявить, ну два, ну три, да, но если Соединенные Штаты ничего по этому поводу не скажут, а они не скажут, потому что Соединенные Штаты не собираются портить отношения с Россией. То есть Минские соглашения, да, это вот согласов... Вот как Соединенные Штаты не мешали аннексии Крыма, и никто мне в этом не разумеет, что это было сделано там по договоренности между Обамой и Путиным, да, соответственно, Соединенные Штаты согласились, что есть эти Минские соглашения, где Донбасс реинтегрируется на условиях федерализации. То есть по мнению Газдепа, по мнению Газдепа, это нормальная схема. Ну почему? Ну Соединенные Штаты же федерация, да, так что, ну не знаю, что такого плохого федерация, да? Ну у вас будет федерация здесь в Украине, ну разбирайтесь там сами, да. Главное, что мы войну остановили, да. Но если сейчас Соединенные Штаты скажут, что они не согласны с Минскими соглашениями и начнут публично критиковать, да, это ухудшит отношения стратегические между Штатами и Россией. А Байдену это совершенно не надо. Поэтому Байден первый скажет о том, что да, Минские соглашения надо выполнять. Ну а пока, пользуясь тем, что нету никаких месседжей, ну, со стороны Вашингтона, тем, что, кстати, Украина же не является приоритетом. То есть Байден занимается там, ну, как бы, совершенно другими делами. А, соответственно, нету никаких месседжей по Украине, о, возникла хорошая пауза, можно воспользоваться ситуацией и имитируя много каких-то заявлений о том, что американцы с нами, там, помогут, они готовы и так далее, можно создать такой, знаете, вот образ такого про американской поддержки Зеленского. А в реальности у Зеленского нет поддержки. У него нет поддержки не со стороны Штатов, у него нет поддержки, там, не со стороны России, не со стороны Европы. Зеленский это, ну, президент-изгой, по большому счету. Потому что там одних он обманул, ну, то есть Путина, потому что не выполнил те обязательства, которые он брал. Там, с другой стороны, Трамп с ним не, практически не общался и не получил то, что он от него хотел, ну, по поводу уголовного дела против сына Байдена. Но, поскольку Зеленский при этом еще умудрился не сразу отказать Трампу, да, а как-то еще и поерзать, ну, дав понять, что возможно и будет это уголовное дело. Соответственно, Зеленский умудрился поссориться и с Байденом, ну, поэтому ни о каких там отношениях более-менее теплых и речи не будет. Поэтому Зеленский сейчас находится в состоянии полного внешнеполитического изгоя, который опирается на власть только двух или трех украинских олигархов и благодаря этому сейчас остается при власти и может удержаться при власти. Дмитрий Коренчук был сегодня у нас в студии. Дмитрий, спасибо вам огромное, были рады вас видеть. И, конечно, мы признатели вам нашей спонсорной платформе Патреон и нашему другому партнеру медицинскому центру призма. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...